Законодательство о порядке предоставления жилья гражданам, проживающим в ветхом и аварийном фонде, не поменялось. Но в последние годы судебная практика в решении этих вопросов ужесточилась и не в сторону граждан. Расскажем о двух существенных изменениях. Первое. Рассчитывать сейчас на предоставление жилья по норме не стоит. Если вы занимали квартиру, скажем, в 30 квадратов, то и получите жилье в 30 квадратов, независимо от того, сколько человек в нем проживало. Если до февраля 2016 года гражданам, которые являлись малоимущими и нуждающимися в случае расселения аварийного дома, давали жилье по норме предоставления, в городе Перми это 15 метров на человека, то с февраля 2016 года практика в Пермском крае поменялась и теперь по норме предоставления жилые помещения уже не дают. Второе серьезное изменение. Получить жилье вне очереди через суд даже после признания дома аварийными подлежащим расселению сейчас практически невозможно. Мало быть признанным нуждающимся, теперь вы должны быть еще и малоимущим. Без наличия этого статуса идти в суд бесполезно, считают юристы. Как было раньше. Вы наниматель, дом признали аварийным, вышли в суд и получали решение о предоставлении вам другого жилого помещения. Сейчас нет, вам откажут, если вы не являетесь малоимущим. Это не позиция нашего Пермского края, это позиция Верховного суда, но это экономия бюджетных средств по всей стране, как я понимаю. Из-за подобных изменений практически 85% нанимателей, проживающих в аварийном фонде, теперь через суд вне очереди получить жилье не смогут. Это не означает, что они совсем его не получат. Вопрос лишь времени и денег в государственном бюджете.